КОРПУС СЕДЕМОЙ КОРПУС СЕДЕМОЙ Как при таком обрушении может начаться пожар в здании, которое стоит где-то в пределах соседнего квартала. Но, тем не менее, самое интересное это интервью Ларри Сильверстайна, который владел всем этим комплексом Всемирного торгового центра. И вот Ларри Сильверстайн говорит, далее я цитирую. Мне позвонил начальник пожарной службы и сказал, что они не могут справиться с пожаром в седьмом центре. Чтобы избежать дополнительных жертв, мы решили снести здание. Буквально фраза звучала так. And they made that decision to pull. To pull у пожарных, точнее, это снести здание взрывом. В обычном языке to pull это как бы убрать людей, всех вплоть до пожарных, из здания. Поэтому что имелось в виду и что имел в виду Сильверстайн? Они имели в виду убрать людей или контролируемым взрывом уничтожить здание совершенно не ясно. Причем у Сильверстайна, обратите внимание, они решили, не мы решили, а они решили. По крайней мере, он, видимо, общался с пожарной службой на каком-то моменте. Но, тем не менее, вот этот вот приказ прошел. И самое интересное в этом деле, что в WTC-7 были локальные пожары. Это можно посмотреть на любом видео. Журналисты это все активно снимали. И любое видео покажет, что пожары были, в общем-то, небольшими. Может быть, не сработала система пожаротушения. Может быть, еще что-то. Но, тем не менее, это потушить можно. Тем не менее, это здание, потом нам объясняли, что оно само упало от сотрясения из-за того, что соседние здания, два больших этих комплекса Всемирного торгового центра рухнули. И оно не выдержало вот такого вот малого землетрясения. И тоже само обвалилось. Но, тем не менее, когда шли эти пожары, вот в переговорах полиции, пожарных, Сильверстайна, никогда не звучало вот слово о том, что оно может рухнуть само по себе. И самое, пожалуй, интересное, что именно на нижних этажах и в подвалах седьмого комплекса находились архивы FBI. Это очень важно. И FBI так до сих пор не сообщила нам, что она потеряла в этих архивах, какие бумаги, какие документы восстановлены, что не восстановлено, какие компьютеры были потеряны в момент обрушения этого здания. В принципе, тенденций для обрушения этого здания не было, ну, практически никаких. Если это был целенаправленный взрыв, то зачем тушить пожар целенаправленным взрывом? Пусть выгорит, потом придите и соберите обломки, насколько я понимаю ситуацию. Но так, чтобы пул делать, пул-аут, я не очень понимаю. Скорее всего, в разговоре с Сильверстайном и пожарных речь шла о полной эвакуации всех из здания. То есть, если даже там большой пожар, пожарные не справляются, у них не хватает мощностей. А в тот момент ни у кого, через 7 часов после обрушения двух центральных башен Всемирного торгового центра, ни у кого не хватило бы мощностей. Сколько пожарных там погибло под руинами в результате, сколько техники было побито. Конечно, они могли бы не справиться с пожаром, и город Нью-Йорк ничего бы не мог для этого сделать. Но, тем не менее, дождитесь, пока выгорит, эвакуируйте людей. Какие могут быть целенаправленные взрывы? И самое главное, кто может закладывать взрывчатку при таком мощном пожаре, который вы не можете потушить? И вот в этой ситуации, в ситуации этого диалога уже возникает какая-то нелепость. Это не конспирология, в принципе, я сейчас оперирую совершенно реальными фактами, которые вы сами можете найти в интернете, и никаких всемирных заговоров масонов я тут не придумываю. Но, тем не менее, это так. Почему? Почему вы не подождали, пока здание выгорит? А потом придите и достаньте все. Вот такая вот ситуация с седьмым корпусом. Ну, и если говорить о самолете, который врезался в крыло Пентагона, тоже есть некоторые непонятные вещи. Так странно. Такое ощущение по пролому в стене Пентагона, что крылья у самолета отвалились до того, как он врезался в стену. Да. Дыра в этом заборе была значительно меньше, чем сам самолет. Ну, может быть, дыра и соответствовала самолету, потому что он все-таки идет на большой скорости, и любое здание он может проходить как по маслу. Я даже допускаю, что крылья могли отвалиться у Боинга до того, как он врезался, предположим, в эту стену, потому что у самой Земли на такой скорости может быть какая-то деформация корпуса. Но деформация корпуса не может быть до такой степени. Все-таки что врезаться на высоте 120 или 200 метров и что врезаться на высоте 1 метра, во-первых, как это осуществить, я не очень понимаю. Это нужно заходить практически на посадку, чтобы вот так вот снизу протаранить стенку Пентагона. Ты должен без шасси каким-то образом вырулить, снося какие-то столбы, наверное, снося какие-то стоянки, потому что так просто самолет не заведешь. Вот так вот. А там же дыра-то снизу, буквально на асфальте практически. Вот это вот самое невероятное, то есть самолет в Пентагоне. Причем самолет, врезавшийся именно в то крыло, которое ремонтировалось на тот момент. Там были только ремонтные рабочие, никого из пентагоновских больших лиц там не могло в этом крыле находиться, попасть именно в него. И попасть так, чтобы самолет твой прошел буквально параллельно земле. Есть видеозапись со стоянки, с камеры, которая контролировала стоянку машин возле Пентагона. Теперь у меня вопрос. Какова же безопасность Соединенных Штатов Америки, если факт врезания самолета в Пентагон вы смогли проконтролировать только одной камерой, которая контролирует стоянку машин, чтобы машину не угнали? Больше Пентагон ничего не контролирует, ребята. Вот на этот вопрос можно каким-то образом ответить или все-таки ответа нет? Вы знаете, вы мне напомните сейчас мост, где произошло убийство Немцова, где тоже была одна камера, из которой что-то там было видно. Хотя все остальные камеры почему-то были закрыты грузовиками. То есть как бы должно все просматриваться, но именно в момент этого убийства, насколько я помню, я там читал, обзора никакого не было. Ну, вы знаете, Михаил, так немножко отвлечемся от темы, но я вам скажу по поводу камеры и убийства Немцова. Дело даже не в этом. Я абсолютно представляю, что вот это вот чисто московский подход к делу. Кто-то взял подряд на установку камер возле Кремля на мостах и всех подходах. Денег взял много, камеры установил такие, что из них не работают 90%. Они так делают в Москве постоянно. У них там дорога до Домодедова, миллиметр дороги стоит 1200 долларов в миллиметр. Так что о чем мы сейчас говорим? Ясненько. Хорошо. Ладно. Снимаем вопрос. Но, тем не менее, это действительно странно. Вообще, что он туда полетел-то, этот самолет? Что ему там было надо? Ну, понятно, башни понятно. Ладно, там показать миру. А что там все остальное? Еще два самолета, на самом деле. Еще один, точнее, кроме этого, который полетел на Пентагон, который упал. Что с этим самолетом? Ну да, нет. Там говорят, что тот вообще должен был врезаться в Белый дом. Но это тоже очень странно. На самом деле, мы еще недооценили уровень некоторых вещей. Мы недооцениваем уровень ПВО над столицей нашей нынешней Родины, Вашингтоном. Уровень ПВО там совершенно грандиозный. То есть противовоздушная оборона работает так, что если кто-то узнал, что какой-то пассажирский самолет может, не дай бог, влететь в Белый дом и Пентагон, его должны, по идее, сбивать вместе со всеми пассажирами. Это совершенно однозначно, потому что все-таки проще пожертвовать жизнью, ну, конечно, безвинных людей. Безумно жалко их. Но, тем не менее, чем парализовать всю работу государственных органов Соединенных Штатов Америки, ведь никто не знает, что последует за этим самолетом. А может, это агенты какого-то грандиозного противника, вроде Российской Федерации, и следом будет ядерный удар. А кнопки у президента нет, да и у президента в Белом доме большая дырка от самолета. И от президента мокрого места не осталось. Поэтому даже те самолеты, которые сопровождаются в пределах пространства Белого дома, это очень серьезная заявка. Пространство воздушное вокруг Белого дома всегда должно быть расчищено. Самолеты в аэропорт имени Рональда Рейгана приземляются по строго узким коридорам, отведенным им, и метр вправо, метр влево – это попытка к бегству просто. Это невероятно тоже. И вот в этот же момент, при этой системе ПВО над Пентагоном, как раз в 2001 году, когда в мире, кстати говоря, крайне неспокойно, какая-то система ПВО вот так вот просто упускает самолет, который может врезаться куда? В Пентагон. Пентагон – самое охраняемое место на Земле, если уж честно говорить. Совершенно невероятно к нему ни подлететь, ни подъехать, ни выстрелить. Ничего невозможно сделать. Это одно из самых охраняемых на Земле мест. То есть вы согласны, что это очень странно, да? Я согласен. Это не то, что странно, это необъяснимо. Но ведь как-то же объясняют. Ну как-то объясняют, пытаются. Да, там был официальный правительственный отчет по поводу того, что самолет влетающий разбросало еще на подлете. Но я понимаю, давление возле Земли совершенно другие как бы турбулентные потоки. Для Боинга, который летит в метры над поверхностью асфальта, над стоянкой и врезается в дом, наверное, какие-то другие законы аэродинамики существуют. Он все-таки не в разреженной атмосфере летит, не на высоте от 10 тысяч метров. Но все равно разброс обломков такой. Почему Боинг оставил свои колеса, например, до здания Пентагона? Вот сначала у него колеса отлетели, а потом он в здание врезался. Колеса? Крылья? Крылья-то ладно, я просто про колеса говорю. Крылья может там турбулентным потоком снести у самолета на такой высоте при такой скорости. Но колеса-то что с ними стало? Он что, выпускал шасси, я не понимаю? Ага, чтобы въехать просто. Чтобы въехать просто. Совершенно потрясающе. Но на всех снимках, даже официальных, колеса, все шасси от этого Боинга лежат на лужайке перед Пентагоном. А не там уже сзади, не внутри здания. Вот это вообще невероятно. Ну, а чего? Помните, как на Красной площади приземлился, честно, самолетик на Красной площади? Как он туда, кстати, попал и как его тоже не сбили по дороге. А вот приземлился прямо перед Мавзолеем. Мартин Руст, это вообще отдельный вопрос. Потому что там система работы ПВО Советского Союза. Это почему Советский Союз был победим и почему Россия сегодня будет победима. Опять-таки, это мы уже удаляемся немножко в другие темы. Но, тем не менее, это все взаимосвязано. По той простой причине, что огромное количество нужно пройти как бы специфических инстанций. То есть, кто-то засек самолет в небе. Система ПВО работает так. Она не начинает стрелять по самолету. Что там, глобус дай Зюидвестку, Зюидвестка дай следующий позывной. Этот позывной дай следующий. И пока не дойдет до министра обороны. А министра обороны пока по всем этим глобусам, Зюидвесткам. Я просто старые свои армейские термины вспоминаю. Надеюсь, что не выдаю никаких военных тайн. Ибо служил я в армии довольно давно. Но, тем не менее, пока все это пойдет обратно по команде. И скажут, министр обороны приказал открыть огонь. Это переходит уже в следующую зону влияния ПВО. То есть, он уже пролетел. Теперь следующая зона запрашивают, открывать или не открывать огонь. За это время он спокойно приземляется на Красной площади. Какая проблема? У Марта попытались въехать. Но для американской армии и для системы сохранения своего Министерства обороны. То есть, центрального пункта. А что такое Пентагон? Давайте уж по большому счету говорить. Пентагон – это пункт, который контролирует практически весь мир. Который контролирует и 6-й флот, и 5-й плот в Средиземном море, и 5-й флот в Персидском заливе, и базу на Окинаве, и где угодно. И весь Тихоокеанский театр практически с Перл-Харбора. Это все контролируется из одного здания Пентагона гигантского. Как можно, какие системы ПВО могут. И самое удивительное в этом, самое поразительное, что ведь никого не наказали. Или наказали, но так тихо и ведомственно, что мы об этом до сих пор не знаем. Я удивлялся, когда до сих пор в России засекречены материалы по самолету, по крушению самолета Илья Муромец. Ну, казалось бы, ну что, в 1937-м, по-моему, или в 1935-м году разбился самолет во время военного парада. Но кто-то что-то не досмотрел. Но почему сегодня эти документы нужно держать до сих пор в секретном архиве? Это мне непонятно. Видимо, в Соединенных Штатах тоже так немножко получается. Почему вот эти вот документы надо держать в секретном архиве? Почему вы не говорите, кто не досмотрел, кто примерно наказан за вот такое вот поведение? Вы же Министерство обороны, вы нашу страну защищаете. Если в вас может безнаказанно попасть любой пассажирский Боинг, что вы сделали, что вы не сделали? Объясните уж, пожалуйста, людям. Да, да. Ну, хорошо. Что было еще там такого непонятного или необъяснимого в этот день? Да, ну, из непонятного и необъяснимого есть несколько деталей, которые уже дают видеокадры и видеосъемка. Это, во-первых, странный уровень пламени, потому что одно дело плавящийся алюминий, и совершенно другое дело это плавящаяся сталь. Это когда мы снова возвращаемся к опорам. То, что стекало, в принципе, вниз, определили как плавящийся алюминий. Лужа металла – это, скорее всего, то, что можно расплавить термитом, но не расплавить авиационным топливом, потому что авиационное топливо не должно создавать такой температуры. Вообще, если уж говорить о температуре горения авиационного топлива, то она должна быть не очень высокой, ибо все-таки самолет составлен из легкого металла, металл, который тоже как бы достаточно плавящийся. Двигатель самолета, в данном случае боинговский, он тоже не должен потреблять такое количество, ну, скажем так, температуры. В общем-то, если горит авиационный керосин, он горит, ну, немножко не так. Было такое ощущение, что эти боинги, кроме авиационного керосина обычного, который в них вливали, были заправлены какой-то особо сильной взрывчаткой, которая действительно сработала вот именно с таким эффектом пламени, которая сразу появилась. То есть, первый момент, когда все видели эти кадры, полыхнуло достаточно активно, страшно полыхнуло, это само собой, это взорвались баки, которые в крыльях обычно находятся. Но, тем не менее, дальнейшее горение, оно какое-то странное. Такое ощущение, что самолет занес с собой туда не только пассажиров и погибших террористов, но, тем не менее, занес с собой еще какую-то дозу то ли взрывчатого вещества, то ли какого-то другого, хотя каких-то термитных свойств. Об этом не я говорю, не журналисты, об этом пишут химики. И пишут об этом довольно серьезно. И другое дело, что мы не можем об этом совершенно точно судить, потому что, если бы это было кино, если бы это была съемка в HD, которого тогда еще не существовало, если бы это были кадры высокого разрешения, то по спектру пламени можно было бы судить, что там горит. Но просто вот так вот специалисты, я уж не буду тут сейчас обилием цитат заполнять нашу программу, поверьте на слово, что специалисты говорят, что так не должно гореть авиационное топливо. Вот это вот самое интересное, наверное. Особенно это касается самолета, который вошел в Южную башню. Это по Flight 175. В 2005 какие-то то ли посторонние предметы были на борту, то ли еще что-то испанцы свою экспертизу проводили в 2003 году и сказали, что вообще, по-моему, на самолете были какие-то детали нестандартной конструкции. Ну, испанцам-то уж что. У них своего теракта к этому моменту, по-моему, еще не произошло. А судить о Соединенных Штатах Америки им нет смысла с агрессивной точки зрения и создавать какие-то конспирологические теории. Вот это тоже очень важно. Что-то там кто-то то ли подвешено было на самолет, то ли еще что-то. Ну, совершенно непонятно. Еще раз говорю, по видеокадрам это судить очень трудно, потому что это не HD, это случайные кадры свидетелей. Свидетели в шоке тут же разбегались, поэтому доснимать они окончательно и бесповоротно не могли. Есть только несколько видео, буквально несколько видео, где камера стояла стабильно на протяжении всех вот этих вот террористических актов. Так что судить уже практически невозможно. О том, что там произошло, было это или не было. Вот только вот такие экспертные оценки на уровне испанских ученых. Понятно. Хорошо. Ну, у нас время нашего эфира уже подходит к концу. Еще раз, день 11 сентября, день, конечно, трагический, но это все-таки день памяти. И мы... Все нам дано только лишь для того, чтобы делать выводы из того, что происходит. Ну, и выводы надо делать позитивные, чтобы этого не случилось. Напоследок, как бы хотелось сказать, не таких, может быть, и курьезных. Считается, что, если проанализировать интересную дату, 11 сентября 1971 года умер Никита Сергеевич Хрущев. Вот он обещал показать американцам Кузькину мать. Если просуммировать 11 сентября 1971 года, все просуммировать эти цифры, то мы можем посчитать, что цифра будет опять 11. То есть, просто действительно, совершенно какие-то невероятные вещи. Вот это вот 11, это везде фигурирует. Сегодня у нас нет такой цифры, кстати. 11 сентября 2015 года. Это радует. Ну, на самом деле, да, 9.11 – это цифры. Опять же, если заглянуть в Facebook на SunGates Radio, то там можно почитать о том, что как раз-таки ничего такого серьезного они в себе не несут. Хотя, с другой стороны, еще раз повторяю, кто-то считает, что вот это число во всех секретных учениях, секретных в кавычках, наверное, считается числом не очень хорошим. Ну, и The Pentagon, как раньше, сейчас просто Пентагон, это тоже, в общем-то, 11 букв, башни, близнецы, это как раз-таки цифра визуально. 11, да. Да, и просто, конечно, если мы говорим уже о местоположении штата Нью-Йорк в Соединенных Штатах, то штат Нью-Йорк был 11-м по счету штатом, который вышел. А да, да. А остров Манхэттен, где располагались вот эти вот, был открыт в начале 17-го века Генри Гудзоном 11-го сентября. Ну, 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 вообще все одно в одно идет, конечно. Но я хочу добавить то, с чего мы начинали наш разговор еще до эфира, Михаил, это то, что человечество почему-то постоянно наказывается за мегаломанию. И миф о Вавилонской башне, ира, может быть, не миф, может быть, на самом деле, реальная история, она повторяется с довольно частой периодичностью, и в основном в 20-м веке. Это «Титаник», это гибель дирижабля «Гинденбург», как самого большого летающего средства в мире, которое когда-либо поднималось в воздух. Это гибель близнецов, к сожалению, с огромным количеством жизней по сравнению с тем, что произошло с «Титаником» и с прочими мегаломанскими проектами, скажем так. Это, наверное, и «Грейт Истерн», который был первым пароходом, и, насколько я помню, плохо кончил, но историки меня могут поправить. Ну и в любом случае, это гибель Карфагена, который был одним из самых гигантских государств в Средиземноморье, но все-таки римляне его победили, еще не самые сильные римляне в то время, это еще была не такая империя. И все вот это вот, это и разрушение Рима в результате, как самого грандиозного имперского проекта в этом мире, и современные империи не могут пока повторить то, что из себя представлял Рим как бы и в культурном, и в плане влияния на все человечество. Ну вот так вот почему-то всегда заканчивается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok